Привет, друзья! Картины, которые принадлежат вам и человечеству. Пожалуйста, смотрите. Это та картина, которая всё время меняется, и вы мне помогаете её дописывать. Как говорится, коллективный разум. Спасибо вам, друзья. Ну, посмотрите, что ещё дописать, что переписать, что переделать, что доделать. Да, и второе. Мне написали тут вопрос, а почему вы не сделаете свой метод в подаче для всех в структуренном виде? Ну, например, чтобы человек взял и сразу от А до Я прошёл и в конце концов вышел уже с методом. А то у вас столько роликов, столько книг, и непонятно, с чего начать их. Всё, говорит, очень занимательно, всё очень интересно. Попробовал, говорит, и очень так получается. А что дальше? Ну, почему бы не сделать в таком виде, ну, как это называется, запакетировать? Пакет, запакетировать, да. Ну, я подумал в ответе на вопрос, и как раз этот ролик и делаю, чтобы вы тоже услышали. Допустим, допустим, человек получил этот метод в каком-то структурном виде, в едином ролике. А у него как раз-таки может быть совсем другая проблема. Ну, например, ко мне сегодня звонил человек, у которого спина болит. Ко мне сегодня звонил человек, который книгу никогда писать не может. Ко мне сегодня ещё звонила девушка, которая очень стесняется, зажатая. Она говорит, вы делаете бесплатные ликбезы, а я, говорит, к вам в Zoom не выхожу с вопросами, потому что очень стесняюсь. А я ей там написал ещё. Вы знаете, как раз-таки на наших ликбезах и даже и на вебинарах Zoom для чего делается? Потому что там все общаются между собой, задают свои вопросы, чтобы получить развернутые ответы и советы. Конкретно по тому вопросу, который человека волнует, на фоне это делает, на фоне раскрепощающих приёмов ключа. И поэтому люди зажатые имеют необыкновенный шанс произвести с собой тренировку в этот момент. Именно сочетая своё обращение, формулирование своего вопроса, свои слова, где обычно он стесняется, зажат. А здесь на фоне этих приёмов раскрепощение свободно. И поэтому это прекрасная возможность, тренинг такой особый. Потому что раскрепощающие приёмы ключа, даже по секунде, работают необыкновенно здорово. Да. Поэтому многие начинают становиться более свободными, лучше выступать, лучше разговаривать. А я вот ещё показывал приём в нескольких роликах, как начинается сворчание себе под нос. Постепенно, постепенно раскрепощение происходит, а потом человек неожиданно для себя начинает освобождаться. И чувствует себя свободнее и увереннее. И у него появляется тонус. И он начинает громче говорить. И начинает как бы уже хотеть петь. И начинает распеваться, распеваться. И его природный голос, не зажатый никакими нервно-мышечными зажимами и так далее, и блоками сознания. Как птица, свободный такой льётся. Видите, что со мной происходит? Свободный такой льётся, как река, как река. Ну ладно, не буду вас этим грузить. Но я уже сейчас сказал, уникальный, уникальный приём. Не только для постановки голоса природного, но и для того, чтобы снять зажатости и снять страхи. Если исходно плохое состояние, и вдруг через 2-3-5 минут ты становишься такой, что тебе хочется ходить и распевать, и петь песни, и сочинять стихи. И тут всё в одном. И вот когда мне задают вопрос, а как же вы не сделаете так, а структуренно? А может, кого-то это вот не интересует? А может, кого-то интересует, как снять зажатость и рисовать лучше? Поэтому я показываю эту картину. Она всё время меняется. Она становится всё свободнее. Видите, какая она? Внимательнее посмотрите и напишите мне, что же ещё там добавить и что убавить. Да, напишите. Потому что мы делаем вместе в коллективном творчестве шедевр. Мы делаем шедевр. Да. И ещё последнее, 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 последнее. Конечно, можно сделать поступенчатый, поэтапный, пошаговый. Такое, знаете, чтобы человек открыл, и от А до Я до Шоу. Ну, как обычно, всё и делается в жизни. Пошаговая система. Можно, конечно. Так обычно для продаж делается. Так обычно делается, ну, по разным мотивам и так далее. И может быть, мне придётся так сделать. Я не знаю. Может быть, мне придётся. Но есть вещи, во-первых, которые я никогда не рассказываю, не показываю. Есть такие секретные части метода, как ключ-2, там, в полном объёме я никогда не даю. И ключ-3 не даю. Потому что это такие мощные части, которые просто так давать в руки непонятно кому нельзя. Ну, и по многим другим причинам. И, короче говоря, если это всё взять, разместить, чтобы человек вот А до Я взял и понял весь метод, и потом стал применять, тоже я не даю пока, чтобы не в те руки не попало. Ну, короче, у мастера, у автора есть много причин для размышлений. Потому что я же хотел, чтобы люди были свободные, здоровые и любили друг друга. Да. А тут мне предлагается его так вот сделать, как-то вот так. Да. Конечно, я могу много денег заработать сразу. Да. Но я не нуждаюсь в этом. Просто не нуждаюсь. Вы знаете ещё и почему? Потому что это огромнейший труд. Мне легче новый приём создать, потому что вы мне помогаете, мы вместе создаём совершенством и так далее, чем сидеть сейчас, соструктурировать. Ну, может быть, кто-то там бы захотел бы этим заниматься, ради Бога, пусть звонит, пишет, как это и делают ко мне, и каждый месяц кто-то с предложением выходит. Пожалуйста, будем обмениваться, будем думать, как лучше сделать, чтобы большее число людей стали легче понимать существо метода. Потому что тут парадоксальная ситуация. Каждый день я получаю уйму благодарности, и в то же время я не понимаю. Это мне пишут из какой-то любви к человеку, ко мне имеется в виду. Может быть, потому что я картины хорошие рисую. Может быть, потому что вы со мной дружите. А может, потому что у вас такая привычка. Может быть, вы и на других ресурсах всем хорошие благодарности пишите. Я вот смотрел недавно какой-то сайт и смотрю там, о, как там тоже к ведущему сайту относятся, благодарности. Ну, может быть, такая культура у нас. Может быть. Я не знаю вообще. Я в славе, как говорится, своей давно про меня все газеты писали. Какие только не писали, журналы какие только не печатали. Я-то привык, понимаете. Но я-то думаю, может быть, много таких людей, которые пишут всем подряд, смотрят какие-то каналы и пишут. Ну, я не знаю, честно говоря, что и как происходит в нашей реальной жизни. Очень трудно понять. Потому что очень часто пишут хорошие отзывы. А мне нужны конструктивные. Критика нужна, чтобы в следующий раз вы удачнее сказали, качественнее сказали. Наша школа такая интересная. Критикуйте больше, пожалуйста. И конструктивно критикуйте. А в данном случае, вот, напишите еще, чтобы вы хотели увидеть, какие изменения. Вот, я такой, видите, посреженный. Я такой, видите, старенький. Я такой, видите, ну, очень старый. Очень старый. Ну, 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 ну. Шутник. Такой. Молодой. Ну, ладно. Друзья, просто я немножко хотел вас развлечь, немножко. Я же сказал, с самого начала. Буду одновременно и затейником, и шутником, и всем на свете. Кроме одного. Я каждый раз, когда выхожу, чтобы сделать какой-то ролик, я все время думаю, что же полезное я могу сказать, чтобы вы посмотрели, взяли и использовали. Какой совет я могу дать? Знаете, я вам хочу сказать, как бы вам не было трудно в жизни, помните, что есть на свете хорошие люди. Эти люди, можно так сказать, это наша школа, это люди, человек будущего. Да, потому что мы не зря стараемся, друзья. Иначе наши труды бессмысленны, если мы не верим и не надеемся и не мечтаем, что наши дети, наши внуки, наши правнуки и наши потомки будут более здоровыми, более талантливыми и более счастливыми, чем мы. Конечно, мы для этого стараемся. Поэтому знайте, что уже сегодня есть такие люди, хорошие люди. Что бы ни случилось, всегда помните об этом. Потому что стоит полить цветок, и он опять расцветает. И стоит человеку вздохнуть в свежий воздух, и опять у него все хорошо. Стоит ему, как придет хорошая идея в голову, открывается чувство перспективы. Встретит знакомого или знакомую, скажет друг другу приветливое слово, несмотря на обстановку. И уже на душе становится легко. До встречи, друзья. До встречи. Да, кстати, я почему приглашаю всех переходить на... Не переходить, а и там записываться, я имею в виду, на Телеграме у меня. Называется канал, метод ключ, касая Лива. Потому что ролик-то ждет, я его не выпускаю, потому что тот взрывной ролик, который откроет многим глаза, как нами манипулирует, чтобы мы больше по манипуляции не попадали, и с этой точки начали восходить и улучшать себя и мир. Потому что там это будет стоять. Вот поэтому, пожалуйста, кто не перешел, переходите. И там еще конкурс идет по картине. Да, мне сейчас для конкурса Валентина Киселева прослала свое название. Свое название. Да, я думаю, что оно всем понравится, и тогда мы... Я там обещал, кто победит в конкурсе, книгу прислать, подарок новую. Да, покажу. Вот эту. Которая с картинами, с картинами, да, с разными. А вот здесь у нас цветы для поздравления. Да, ну там будет, короче говоря, интрига. Итак, пишите. До встречи.